Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, дорогие слушатели и зрители. С вами большая перемена, Алина. Привет, Алина. Привет, Саша. Скажи, пожалуйста, ты как вообще встретила Новый год? Знаешь, для меня Новый год это всегда семейный праздник, и поэтому я его отпраздновала в кругу семьи, и в такой прям, знаешь, очень милой, приятной атмосфере, поэтому мой Новый год удался. Уютненькая, домашняя атмосферка. У меня на самом деле то же самое. И знаешь, я тебе в целом скажу, мне очень нравится отмечать Новый год в России. И об этом мы, кстати, сегодня и поговорим. Сегодня у нас в гостях студентка пятого курса стоматологического факультета Иркутского медицинского университета Лю Айли, а также студент пятого курса лечебного факультета Иркутского медицинского университета Хигаб Махмуд Адель Яхя Мохаммед Адель Азим. И также ваша ведущая Александра Лесков. И Алина Новосардян. Привет, ребята. Очень рады вас видеть в нашей студии. Привет. Мне тоже очень рады. Итак, так как у нас тема про Новый год, Саша уже у меня спросил, как я отметила. Я у Саши спрашивать не буду, я спрошу у вас. Как вы отметили этот Новый год? Ну, что мы начали с девушкой или с меня? Ну, я? Давай. Давай. Очень интересно. Я так Новый год отметила, потому что у нас университет организовала вечеринку. И там все иностранцы участвовали, там мы танцевали. Но песни пели очень красиво и прикольно. Мне очень понравилось. Потому что российский Новый год, там чуть-чуть по-русски, как китайский. Потому что мы в феврале будем Новый годом. Поэтому я очень рада, чтобы каждый год у меня два Нового года. И я с друзьями была кататься на лижах. И когда, ну там, в конце декабря, подруга пригласила меня в гости к ней дома. Она пулятка. И мы вместе готовили пулятский бузи. Я участвовала. Очень интересно. Это во все наши небыли. Я очень рада. Это у меня. Очень прикольно Новый год. Очень вкусный Новый год, я бы сказал. Очень вкусно рассказывает. Да, да. Махмуд, а ты как отпраздновал? Ну, я в этом году вообще, в отличие от прошлого, я пять лет живу в России. Первый раз чувствую как-то семью. Потому что у меня как-то... Это традиционный праздник на самом деле. И, исходя из этого, я сходил в гости у друга. Он меня пригласил у себя в квартиру. Мы как-то настроили, накрыли стол. Типа, приготовили вместе. Национальный блуд. Пельмени, не пельмени. Порши, что-то еще. Готовили мне специально именно говядину. Типа, потому что я мусульман. Как раз не ем свинину. Он меня пригласил с девушкой тоже. Ну, как-то. И нарядили там елки. Типа, покупали мандарин, фрукты, продукты. То, что надо для Нового года, скажем так. Стандартный праздничный набор, да? Да, да. Именно. Такое еще как-то купили хлопушки. Типа, зажигли. Устроили прямо прекрасный Новый год дома у него. Ой, это очень так здорово. И еще подождали слово Путина. Это самое главное. Самое главное. Ну, это да. Согласно. Это было в часу ночи, но подождали все равно. Услышали, что он сказал. Слушайте, а как вам вообще наши традиции праздновали? Вот опять же зашла речь про мандарины, оливьешечки, вот эти все дела. Как вам вот наше блюдо, скажем, для Нового года? Ну, или та же елка. Не знаю, ну как? При ней я готовила, потому что подруга научила меня. Это и мандарины тоже самое. Это мне очень нравится. Самые вкусные фрукты для меня. Мандарины самые вкусные? Я согласна полностью. Ну, мне в детстве много говорили про поводу мандарин. Типа много не ешь, потом аллергия какая-нибудь. Собивают. А я прям по три корзинки съедал за раз. У меня нормально было. Ну, знаете, для меня это не просто какие-то продукты. Нет, это чувство традиции. Все равно мы зачем празднуем, зачем мы отмечаем Новый год? Чтобы чувствовать какое-то, типа, с прошлого, наши предки, наши традиции, типа, оживлять. Поэтому это на самом деле очень важно в любой семье, типа, на праздниках, на всяких, на всех праздниках купить традиционные для нас такие продукты. Это очень важно. И еще упомянуть, откуда это, типа, происхождение этих традиций, этих обычай. Вот. Для меня мандарины, мандарины, это не просто так. Нет, это как-то откуда зарождались эти традиции. Зародилась давним-давно. Типа, даже было раньше праздник. Раньше отмечались не 1 января. Ну, да. Ну, и потом это с временами, с годами что-то менялось. И в каждой стране это меняется. Ну, это зависит от традиции, зависит от, знаете, какие-то события. Допустим, у нас в Египте, допустим, типа, отпунчают или у нас этот праздник появился. Это было связано с разлитию реки Милы, допустим. А у вас тоже в истории такой же. Это последний царь, который поменял календарь, это Петр I, по-моему, да? Петр I указал, что все, празднуем Новый год. Да, но, поэтому надо собираться, надо что-то упоминать, рассказывать детям. Это очень важно, чтобы они узнали, откуда, типа, такие традиции, такие обычаи на Новый год. Это не просто какой-то праздник, как-то, из-за границы, допустим, нет. Это наш традиционный или ваш, точнее, я считаю, наверное, наш. Наш, 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 наш. Да, да, да. Вот Махмуд сейчас сказал о традиции празднования в Египте, с чем это связано, с рекой Нил. Да, а я, кстати, еще не перебью, слышал, что, как бы, 1 января, это, вроде как, переселение пророка Мухаммеда связано, или не совсем так? Нет, это не совсем так, это как-то рождение Иисуса Христоса у вас, но это у нас другое. Другое, все, значит, это связано к развитию Ниля, чтобы, типа, вот для нас Ниля спасает нас от засухи, допустим, ну, это у нас большой успех, большое событие, поэтому отмечаем. Ну, да, у вас по-другому, и в каждой стране, я думаю, тоже связано, ну, например, в Китае, у них другое, вообще, число. Ну вот, да, я как раз и хотела спросить, раз Махмуд уже рассказал про свое, свои традиции празднования, Али, расскажи, как у вас в Китае, да, как у вас в Китае празднуют? Для меня самое сильное впечатление для Нового года – это вечерок китайского Нового года, потому что китайский Новый год называется праздник весны, знаете, да? И для нас самое важное, что когда в 8 часов вечера мы сидим дома, посмотрите на телевизор, там будут ветеринки, будет мы посмотреть на телевизор, там много артистов, они там танцевают, пьют, и вообще прикольно. И семья будет рядом, там сидит и пельминь готовит, мы будем вместе сидим и играть, участвовать, ну, и кушать, и там, как вы говорите, поздравляйте с Новым годом, как здесь, и мне тоже очень нравится, да. Ну, это здорово, что вы здесь так прям по-семейному, все так атмосферно, уютненько. А вы уже, вам удалось в этом году встретиться с нашими Дедом Морозом и Снегурочкой, видели? Да, видели. То есть прям ходили в резиденцию здесь Деда Мороза? И фотографировали. Ой, как классно, как вам? Рассказывайте. А ко мне вообще сам пришел Дед Мороз, я думаю, это как получилось. У нас знакомые, общие знакомые, они тоже, у них музыкальная школа, короче, им надо было снимать видео для школы. Ну, типа, какие-то ролики, что там изображаем, что Дед Мороз пришел ко мне дома, а я, как иностранный человек, живу в квартире, один открываю, с удивлением и так далее. Но, я сыграл уж, да. Я, короче, там собрались, типа, оделись, все хорошо, Снегурочка еще была, внучка его ко мне пришли, а я с удивлением прямо открывал дверь. Вот, все это снято у меня в ВКонтакте, я выкладывал, я могу потом после эфира показать. Но было очень здорово, очень круто для человека, иностранного человека, типа, участвовать в таких прямо роликах. Это для меня очень интересно, и прямо вдовно плеет меня. А что ты вот в этот момент чувствовал, когда к тебе вот врываются в квартиру, и уготует сердце, там что-то? Знаете, я не могу описывать свои чувства словами, потому что это другое на самом деле, но приятно, было приятно. Он хоть с подарками пришел? Конечно. О, поверь, ой, я заветую. Потом мы вышли на улицу, прогулялись, там, поздравили людей, подарили что-нибудь, все это снято на видео, на самом деле. Типа, ходили там, где там эскиверкировать, где там стоит большая елка у нас, и еще как-то, ну, устроили там салют, все было прекрасно. Еще играли в хромот, все это сделали. Ну, до Нового года, конечно, потому что, типа, надо редактировать видео потом. А на Новый год было дома с друзьями, конечно, отмечали там. А стих ты ему прочитал? Или он тебе просто так подарок дал? Ну, так, подарок за улыбку. Просто за улыбку? Ну, тебе повезло. Без стишков не было, что ли? Без стишков. Вот так вот нынче Дед Мороз подарки раздает. Ну, он торопился. А, ну да, много. Тогда ладно, тогда хорошо. Деловой человек. Все-таки с мешком, с посохом. Слушай, Махмуд, мне вот в целом нравится твое отношение к нашему празднику. Прям вот когда ты начинал рассказывать, что на самом деле Новый год это же больше, чем просто какие-то мандарины, местные блюда, вот именно традиции. И значение. Значение огромное для единства всех поколений людей. Это вот именно семейный, добрый, такой душевный праздник. Слушай, я честно поразился. И мне кажется, не каждый, наверное, россиянин даже так понимает традиции празднования Нового года, как ты. Это мое большое уважение тебе за это. Ты когда знаешь, когда Махмуд сидел рассказывал, я задумывалась. Тоже сидел и я тоже. Ну, к сожалению, новое поколение может это не знают, но это наша задача. Типа рассказывать детям и молодым, что за праздник, как он появился вообще в России, чем это связано. А не просто так гулять, что-то стоит и салют устраивает. Не, не, это что-то глубже. Глубже. Да, глубже. Это традиция ваша и наша в том числе. Наша, наша. Наша традиция, все мои. Да, наши. И еще это самое главное, что это связано с религией, с рождением Христа у вас. Это ваш Бог, Спаситель. Не надо забыть о... Ну, у нас Рождество с этим связано. Рождество, да, но не Новый год, Рождество именно. Так, Айли, привет. Привет. Как дела? Как настроение? Всем порядки. Все прекрасно. Я, честно говоря, хотел побольше послушать про именно китайский Новый год. И, насколько я понимаю, у вас он празднуется по лунному календарю. И длится он, то есть не один день, а там две недели, да, условно? Да. Можешь поподробнее рассказать? Около 10 дней. Мы так говорили, потому что китайский, там дата два. У нас быстрые даты есть и медленные. Мы говорили, участвовать в Новый год по медленным датам. Мы говорили, с 1 января до 10 января. Это все китайские Новые годы. Первый, ну, 21 декабря. Мы будем дома сидим с семьей, да, и готовить блюда, и телевизор посмотреть, потому что это для нас самый большой праздник. И, ну, 2 января, ну, 2 января мы будем с родителями вместе в гости. Ко дядя, бабушки, дедушки, все будут. Например, 2 января мы ко дядям было. А 4 января они будут вернуться к нам. И будет так подарить, и мы вместе кушаем, вместе телевизор посмотрим. И можно, да, и можно вместе кататься на лыжах. И, о, китайский Новый год. Самый важный по-английски red bag. Деньги внутри. Знаете, там, это для меня самое важное. Но я больше 18 лет уже нету, потому что они только для детей. И я хотела, ну, папа, мама сейчас еще дать мне. Дам деньги каждый год, потому что для них они думают, что я еще дети. Ну, конечно. Для всех родителей мы всегда будем детьми. Маленькие малыши для нас. Да, это, они думают, что, потому что это красный цвет будет очень счастливее. Поэтому они будут деньги поставить там красный, ну, как, как кошелек. Кошелек. Да, да. И подарить там ребенке, дети, это самое хорошее, счастливее. Поэтому мне очень нравится. Да. Так, ну, мы хотя бы знаем, что тебе дарить в следующий раз на Новый год. Поэтому... Но если что, мы тоже не против деньги внутри. Мы, как бы, тоже не против. Кто же против, то в конце концов. Это триальбенка, это самое важное. Так, ребята, сейчас мы предлагаем вам поиграть в такую небольшую игру. Ого. В общем, на экране будут появляться различного рода картинки, связанные с атрибутами Нового года. Это могут быть фильмы. Они уже повернулись. Хлопушка. Можешь заканчивать. Хлопушка. Нужно отгадать, что это, но это не хлопушка. Ну, хлопушка. Это не хлопушка. У него есть прям название. Прямо двойное такое словосочетание. Да, там вот два слова. Два срова. А, все, два слова. Два слова, все, дальше идем. Это не хлопушка, но я, кстати, раньше тоже часто с хлопушкой потал. Вот эта штука называется бенгальский огонь. Да, бенгальский огонь. Бенгальский огонь. Огонь. Давайте дальше. Да, дальше. Салата оливье. Оливье. Да, да, да. Мне нравится. Как приятно. Я умею готовить. Ну, это вот знаете, вот двенадцать пробило, это что говорят у нас? Ура, Новый Год. Да, Новый Год, да. Но там еще есть прям слово. Куранты. Куранты, да, когда пробили. Куранты. Куранты. Да, куранты. По сбою куранта. Ну, и по классике, наверное. Дед Мороз и фигурочка. Да. Мюнчика хорошенькая. И это? А, это фильм. Да, название фильма. Фильм как называется? Это советское кино. Да, 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 советское кино. Очень известное. Для россиян. Да, да, да. А вы смотрели вообще советские фильмы? Ну, новый год, ну, для Нового года, да. Ну, Новый Год показывается, да. Да, но там название другое чуть-чуть. Я другое фильм посмотрела. Название, кстати, довольно интересное. Оно вот из двух таких состоит. Это Ирония Судьбы или С Легким Паром. А, С Легким Паром. Да. Ты следуешь, что ли? Ну, типа того, там... Я так же думал. Ладно. Я посмотрю. Там просто у них традиция есть. Каждый год в баню ходить. Да. Ну, что ж, ребята, вы хорошо справились с нашим интерактивом. Да, большое спасибо. Выснили, что вам нужно посмотреть Иронию Судьбы или С Легким Паром. Обязательно. Обязательно. Да, вы что-нибудь еще смотрели? Там Иван Васильевич меняет профессию, эти фильмы, да? Смотрели? Да. Старый, советский. Мне нравится. Ну, знаете, для меня это очень интересно, но мне поклонны как-то фанаты современных фильмов. А, больше нравится. Потому что те слова, которые используют, не используют в реальной, сейчас, в жизни. А исторические, культура... Ну, так, конечно, культура, красивые слова, культурные слова редко используют. Ну, да. Тоже верно. Но у нас это уже как традиция пересматривать. Вот я прям обожаю этот фильм Иван Васильевич, у меня профессию, я прям вообще его люблю. Самый лучший просто фильм мой. Ирония судьбы вот это тоже. Да, так приключения Шурика. Шурика же, смотри, Шурика. Шурика, да, да. Съем там что-то смешного времени. Может, Кавказская пленница, слышали про такое? Тоже про Шурика. Да, слышала. И театры мне очень нравятся, потому что, я говорила, я уже привыкла с одессой жизни, я люблю ходить на театры, и, ну, там. Каждый месяц два раза ходила. Каждый. Музыканты. Ой, как интересно. Здорово, да, вообще. Да, музыка прикольная. У нас еще мультик был раньше снят. Да. Да, это был детский мультик про этих животных поющих. Его сейчас сняли в фильме. Я, кстати, не ходила. Надо, кстати, будет сходить. Надо сходить. Надо сходить. Да, надо будет сходить. Кстати, ребят, такой, наверное, последний вопрос вам задам. Самому интересному просто. Вот у нас есть Дед Мороз, есть Снегурочка, да? Как у вас какие-то вот эти символы мифические, вот эти существа Нового Года? Насколько я вот понимаю, допустим, в Египте там... У нас много чего, чем временно интересует. Ну, допустим, аналог Деда Мороза в Египте. А у нас Папануэль. То есть Дед Мороз, но он на английском. А, то есть Дед Мороз? Да, Папануэль. То же самое в таком формате, но в таких одеждах тоже. Ну, а если с прошлого, то Сфинкс у нас такой самый красивый. Самый красивый? Да, да, возле пирамид. А как у вас символы именно китайского Нового Года? Дракон, наверное? Дракон, да. Обязательно. И в этом году Дракон. Да, у нас живёт Дракона. Мы похожи на все, так... А вы не пугаетесь? Мы думаем, что это чудесно, да. Ну, нам нравится. Да, мне тоже очень нравится. Действительно. Но жаль, что пора уже заканчивать наш эфир. Я бы ещё с удовольствием послушала про Новый Год. Обязательно. Так хочется его снова, и каникулы снова хочется. Но пора возвращаться на работу. Да. Ладненько, мы тогда для наших зрителей... Отвлеклись от зрителей. У нас тут и зрители, и слушатели есть. У нас сегодня в гостях были студентка пятого курса стоматологического факультета Иркутского медицинского университета. Лю Айли. Большое спасибо. Спасибо вам, Доля. И также студент пятого курса лечебного факультета Иркутского медицинского университета. Хигаб, Махмуд, Адель, Яхя, Мохаммед, Абдель Азим. Спасибо вам большое за собеседование. Мне очень приятно знакомиться с вами и пройти это испытание новое для меня. И не будет последним. Вы обещали же, что пригласите еще раз. Обязательно, обязательно. Мы с вами еще встретимся. Я с удовольствием приеду еще год. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пришли. И программу для вас ввели мы, Александр Лесков. И Алина Новосардян. Ура! Ура! Пока-пока! Спасибо, пока!